Планируете ли вы требовать от перевозчиков и от муниципалитета улучшения качества? Безусловно, конечно, планируем. Планируем, и это сегодня вызов времени, который связан с тем, что было непростая зима, было очень много жалоб. Мы с какой-то степени по осени превентивные меры принимали с точки зрения законодательной инициативы о повышении требований к перевозчикам по содержанию транспортных средств. С его подвижного состава ввели норму благодаря поддержке депутатов областной думы, что мы можем лишать лицензии за некачественные представления транспортной услуги. Но это было в прошлом. Сейчас на основании вот такого большого количества жалоб у нас очень большое желание улучшить коренным образом. Инициативу и предложение вынес губернатор по переводе на бруто контракты. Мы сегодня эти решения будем принимать. Дальше, значит, заводить все необходимые объемы денежных средств на реализацию этой программы. Делаем это осторожно, очень аккуратно, потому что что-то новое, возможно, ошибки. Но будем надеяться, что с помощью депутатского контроля и постоянного вот такого, я бы сказал, назойливого вмешательства мы заставим перевозчиков, значит, относиться к этому добросовестно. И качество транспортных услуг должно измениться. Это вот один из инструментов, который мы планируем вот сегодня, в том числе, на думе будем рассматривать. Ну и кроме того, мы как бы тоже являемся участниками этого процесса. Мы неоднократно выезжали сами на маршруты, смотрели. Мы принимали решение по снижению или, точнее, купированию тех неудобств, которые жители получили в связи с строительством этого скоростного трамвая. Мы снизили плату на автобусах, так скажем, под сколько, до 10 рублей. Это тоже было наше решение. То есть мы в этой парадигме постоянно работаем. Мы стараемся, чтобы нормативно-правовые документы не отставали от реальной жизни, от реальных условий. И постоянно эти вопросы мы регулируем с точки зрения нормативно-правовой базы. Но вы правильно отметили, что контроль должен быть и контроль будет. И мы на эту цель, потому что новый инструмент, они требуют контроля. Потому что это сегодня очень важно для жителей нашего города. По транспорту. К сожалению, у нас, если мы вспомним старые времена, у нас автотранспортом город всегда обеспечивал область. Были областные СПАТП, которые занимались пассажирскими перевозками в городе Саратов. Сам город не имел своего парка, кроме гор электротранса. То есть троллейбусы и трамваи. А на сегодня решили вернуться опять к тому, что забытое старое. Все хорошее, это забытое старое. Сейчас город закупает новые автобусы. Они уже должны на маршруты выйти. Это будет уже наша собственность, то есть областная. Они будут обслуживать. Там же еще масса, они всех за собой вещей тащат. И обслуживание, и техническое сопровождение. И думаю, что мы эту ситуацию улучшим. Но сегодня с теми, кто сейчас работает на маршруте, работа достаточно большая проведена, многие откликнулись. Начали менять транспорт на более новый, комфортный, чтобы кондиционирование было. Ну, часть как бы пользуется старым транспортом. Но вот сейчас маршруты опять как будут разыгрываться. Одно из условий туда, что мы вбиваем для маршрутов, кто хочет участвовать, чтобы автобусы были комфортные. И самое главное было обеспечение теплом в зимний период времени, в лето, чтобы было кондиционирование. Как это что пойдет, сейчас я конкретно сказать не могу. Но посмотрим по результатам. Ну, то, что сейчас многие автобусы грязные, но это мы прекрасно знаем, боремся с этим. Вот, ну, не всегда получается. Что противоестественно, конечно, это то, что за улучшение качества услуг следует с отставанием или вообще не следует. Поэтому, естественно, ожидать, что, кстати, об этом постоянно говорят и люди, которые ответственны за это, и депутатский корпус о том, что необходимо требовать соблюдения всех норм, которые были прописаны в договорах с перевозчиками. Это и работа кондиционеров, это и работа в зимнее время натопительной системы, и, так сказать, интеллигентный, доброжелательный водитель, да, который не матерится, не лузгает семечки, не сидит в телефоне постоянно, конечно. Но есть проблемы с нехваткой водителей, поэтому вынуждены, по-видимому, мириться, вот я имею в виду перевозчики сами, мириться с таким подбором водителей. Ну, что делать? Все изменяется, будем надеяться, что в лучшую сторону изменится.